Ну что ж, как и обещали, в гостях у нас специалист по грудному вскармливанию, Полина Холодная. Доброе утро, Полина! И вот, казалось бы, для многих людей такое словосочетание, как консультант по грудному вскармливанию, вызывает... Звучит серьезно. Серьезно, но у многих вызывает недоумевающую улыбку. Казалось бы, такое простое и естественное дело. Неужели здесь нужна какая-то консультация? Но в этом вопросе много мифов, как оказалось. Да, и мы попробуем начать рушить их прямо сейчас. Первый вопрос, о чем хочется поговорить. Говорят, что для ребенка самая полезная пища – это молоко, молоко грудное. Так ли это и почему? Мне хочется сказать немножечко по-другому. Мне кажется, если формулировать вот этот вопрос по-другому, уже ответ как-то будет очевиднее, что это не самое полезное. Это единственная возможная биологическая норма. Это норма. Биологическая? Совершенно верно, да. То есть ребенок изначально, как и у других млекопитающих, не рассчитан на другое питание, кроме материнского молока. Да, бывают разные ситуации, в том числе и медицинские противопоказания для грудного вскармливания. Но все-таки это, естественно, это норма. Это как, я не знаю, наши какие-то родные органы, например. Мы никогда не говорим, что искусственная почка может как-то быть хорошо и полезна. Но своя тоже неплохо. Вообще, сейчас же пройдено очень много современных исследований по изучению грудного молока и совершенно какие-то удивительные факты о нем открыты. С одной стороны, все эти исследования, конечно, только доказывают такую неповторимость, потому что мы даже теперь, благодаря этим исследованиям, знаем, что молоко не просто как-то вот уникально по составу за счет того, что содержит антитела, гормоны для развития, для роста ребенка. Мы теперь точно знаем, что молоко подстраивается под ребенка у каждой мамы. Вплоть до того, что когда ребеночек заболевает, то молоко меняется по составу. Или если мама чем-то заболела, то, соответственно, антитела... Это было бы как-то понятно. Мама заболела, да, что-то меняется в ее организме. Но когда идет отклик на состояние ребенка... То есть у меня же мурашки, как-то удивительно. Я с вами полностью согласна. Каждый раз, когда я об этом говорю, у меня мурашки, это правда. Это да, чисто. Между двумя мамами так приятно находиться. Есть ли какой-то срок, который считается нормой для кормления? Год, полтора, два? Мне очень нравятся вопросы, которые вы сегодня задаете, они такие очень в точку. Дело в том, что есть рекомендации. Действительно, они такие, в общем, можно сказать, что официальные. Это и рекомендации по оптимизации питания детей первого года жизни, и до трех лет жизни. Они есть у нас и разработаны нашими учеными. И также есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это как минимум полтора желательно. Ну, можно и два, если мама и ребеночка этого хотят. И вузовская формулировка даже дольше, опять же, если у мамы и ребенка есть желание. Поэтому, дорогие телезрители, не нужно смотреть ошарашенным взглядом на маму, которая кормит уже бегающего и говорящего ребенка. Это нормально, это хорошо. Папы, мы, мужчины, можем как-то быть полезными при грудном скармливании, либо лучше просто не мешать от этой сторонки и не иннергировать? Папа – архиважная задача. Я очень всегда радуюсь, когда папа подключается на консультации, или даже иногда договаривается о консультации для мамы, когда не получается что-то. То есть, в первую очередь, это, конечно, поддержка, собственно, психологическая. То есть, когда папа сам говорит, у тебя все получится, давай, вот я поддержу тебя. То есть, почему ты на этих курсах для беременных училась? Совершенно верно, да. Это очень важно. Не говоря уже о том, что на этапе и беременности, и особенно, когда родился совсем вот только новорожденный ребеночек, да, очень зависимо становится женщина от того, чтобы ее поддерживали, помогали, просто даже позаботились, покормили, приготовили ужин. Поэтому огромная роль именно в том, что состоится грудное вскармливание, или мама все бросит и возьмет бутылочку, и действительно будет вроде бы немножко на первом этапе свободно. Это отцовская такая задача. Так, а можно дальше я задам такие узкопрофильные вопросы? Но, тем не менее, я думаю, волнующие многих мам. Вот, допустим, начнем с первых моментов. Ребенок родился, и, казалось бы, в первые дни у мамы пока еще не так много молока. И, разумеется, беспокойная мама тут же бежит за бутылочкой, потому что как же, дитё родилось, чем-то нужно кормить. Докармливать ли смесью в первые дни или нет? Вы знаете, ну, вот как обычно, мы пытаемся что-то улучшить, там как-то вот как-то по-другому, чтобы было, ну, как обычно, всё вот сформировано до нас самым оптимальным образом. Молозиво – это очень важный этап. Это этап, который длится всего 3-4 дня, иногда чуть дольше, иногда чуть меньше. Ну, вы вот знаете, наверное, где-то слышали, что даже прикорм ребёночку, который вот был на грудном вскармливании, ему вводят очень постепенно, по чуть-чуть, да, взрослую пищу вводят вот понемножечку. Молозиво именно этим отличается. Оно невероятно богато, опять же, иммунными факторами, но очень концентрировано. То есть его питательная ценность очень высокая. Его мало, но оно очень питательное. При этом его мало, и получается, что ребёнок очень постепенно, по чуть-чуть начинает... Представляете, никогда человек не ел. Никогда. И тут вот действительно ему важно очень постепенно вводить понемножечку еду. Он с ней знакомится. Он учится действительно переваривать, чего он никогда не делал. Поэтому, дорогие мамочки, родили, не паникуем, кормим только грудью. Потому что я слышала такие истории, говорят, что вот он так плакал, я дала ему бутылку, и он уснул. И тут же консультанты говорят, что он уснул не от того, что ему хорошо, а от того, что он просто переутомился, и это слишком большой объём пищи для него. Слушайте, а как можно понять, что ребёнок наелся? Ну мы-то взрослые понятны. Поел, спасибо, расплатился ли? Просто бальзам сегодня. А чего, ну как я шлюз? Не хватает ли ему молока, потому что все переживают? Это очень важный вопрос. Очень часто бывает так, что мама переживает, когда всё нормально, потому что она не видит. Вот если с бутылочкой всё понятно и видно, то с грудью непонятно. Но самое такое вот опасное бывает, когда женщина как раз не переживает, а ребёночку на самом деле не хватает. А он вот родился просто такой воспитанный, спокойный. Совершенно верно. Да, есть дети так называемые голодные счастливцы, которые могут уже быть не очень такими активными, но на самом деле недоедающими. Поэтому невероятно важно смотреть, как часто ребёнок, в общем-то, писает и такает. Вот. Очень важный вопрос. То есть ребёночек в первых дней жизни, да, да, вы вот уже упоминали про подгузники. А ребёночек в первых дней жизни должен писать не меньше, чем его дней жизни плюс один. Ну то есть на четвёртые сутки пять раз. Вот как даже такая форма существует. Если меньше, маме нужно обратить внимание не на то, чтобы, допустим, докормить, а всё-таки разобраться. Может быть, он не очень хорошо приложен, может быть, он слабенько сосёт, и, например, его можно докормить с сцеженным молочком. То есть это, опять же, иногда действительно даже докормить, пока мы разбираем. Вот. Следующий вопрос очень важный. Про как раз-таки сцеживание, за которое очень, мне кажется, так ратуют женщины советского воспитания. Покормила, сцедись. Вот обязательно, иначе что-то страшное произойдёт. Здесь вот страшного не произойдёт ничего, потому что всё-таки рекомендации по организации грудного вскармливания уже очень изменились. Именно исходя из физиологии того, как вот лактирует женщина, мы уже знаем, что исключительно спрос предложения регулирует выработку молока. Поэтому всё-таки было решено отказаться от кормления по режиму, то есть достаточно редкого, ограниченного по времени прикладывания ребёнка, а значит, ушла необходимость в доцеживание, потому что в какой-то степени это была верная рекомендация, но потому что кормили больше по режиму. А сейчас, так как кормят по требованию, это большинство мам в этом не нужно. Вы уже говорили о том, что очень важно правильное прикладывание. Вот сегодня у нас есть чудесный пупс, давайте назовём его. Я просто считал нескромным спросить, что тут находится. Хорошо, что я об этом говорила. То, к чему прикладываю. Я не смотрю. Андрей, это всего лишь образец женской груди, не пугайся. Хорошо. Я не пугаюсь, поверьте, Наталья, у меня просто интересно. Итак, как всё-таки правильно приложиться? Ну вот хочется обратить внимание, что, наверное, классическая поза и большинство каких-то картин, вот, да, это нарисованы позы, эта поза называется колыбелька. И здесь вроде казалось бы, ну что здесь вот можно сделать не так, но иногда маму вот делают так, что очень неудобно им и очень неудобно ребёнку. Они часто сильно наклоняются, сильно как-то вот, да, вот, особенно если большие объёмы. И обратите внимание, так как грудь с этой стороны, ребёночек будет вынужден немножко поворачиваться. Поэтому обратите внимание, что важно, очень многие женщины это делают, они пытаются как бы наклониться к ребёнку и очень от этого устают. Очень важно сделать всё наоборот. То есть максимально опереться. Чтобы было удобно маме. Подтянуть плотнее к себе ребёночка, развернуть его. Заметьте, наверное, уже изменилось вот восприятие того, как я сижу. Да, вам сразу комфортно. Да, видно, что мне стало удобно. Есть чашку. Вот. Немножечко поправить грудь так, чтобы носик ребёнка не утыкался и не пришлось пережимать себе грудь, чтобы не сформировался лактостаз. Так не делаем. И при этом носик ребёнка будет свободен, животик будет согреваться. И обратите внимание, ребёнку не нужно поворачиваться к груди. Он расположен так, что грудь просто напротив. Друзья, ну а если всё-таки у вас возникают какие-то вопросы с грудным скармливанием, не бойтесь, не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Это и другие интервью вы всегда можете пересмотреть на сайте kubain24.tv